Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я собираюсь продолжить тему намазок на бутерброды. И речь, как вы уже поняли из названия, пойдет о паштете из анчоуса. Ну, условно говоря, паштете. Напомню, анчоус в России известен более как хамса. И по моим наблюдениям, его в Испании любят ну не меньше, чем селедку в Голландии или в той же самой России. Чаще всего в многочисленных рецептах на ТВ, в интернете, в книгах показано, как готовить из консервированного анчоуса, из баночек. Но он засолен чрезмерно. Он там почти сухой, хоть и маслом залит. У него слишком резкий, слишком сильный вкус. Местные жители предпочитают самостоятельно засаливать, а потом уже наслаждаться жизнью. В предыдущем видео я показывал рецепт посола. Он примитивен и ничего нового из него вы не узнаете. Здесь же хочу напомнить. Вы смело можете использовать засоленную хамсу из банки. В России, в отличие от Средиземки, солят рыбу так, что она остается реально вкусной. Итак, хватит болтать. Показываю очередной суперскоростной рецепт получения намазки для быстрого завтрака. Поехали! Все очень просто. Понадобится филе анчоуса. В наших краях его, кстати, продают под номинованием бакеронес. Если в ваших краях совсем уж беда с хамсой, попробуйте заменить ее селедкой. Сам я не пробовал, но интересно, что получится. Отпишитесь потом. Ну и остается все равномерно превратить в паштет. Сливочное масло, анчоусы и маленькая баночка консервированного тунца. Как-то так. Теперь 30-40 секунд жужжания. И готово! Готово! Ну что, как на ваш вкус? Достаточно простой и быстрый рецепт. Соберу бутербродик. Конечно, в первую очередь пахнет тунцом. Ммм, очень здорово. Тунец, особенно консервированный тунец, в баночке всегда, у меня, по крайней мере, вызывает ощущение, что он сухой. А здесь масло делает его похожим на жирную семгу. И это для завтрака очень классно. Берите на вооружение. Спасибо за компанию и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok